Слово Итак, мы с вами добрались до 15 стиха 4 главы Евангелия от Иоанна, и в этом стихе мы читаем о том, что женщина просит у Иисуса Христа воды. В 10 стихе Иисус говорит, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе? Ты просила бы воды у Него, и Он дал бы тебе воду живую. В 15 стихе именно это и происходит. Женщина просит у Него воды. Она еще не вполне осознает, кто Он. И мне кажется, что она вполне осознает, что она не понимает, кто Он, и это создает у нее, для нее определенную интригу. Она еще не понимает, о каком даре идет речь, потому что ожидает, что речь пойдет о настоящей воде. Дай мне что-нибудь, чтобы утолить жажду, чтобы сделать мою жизнь более удобной, чтобы в ней было меньше бед и неприятностей, чтобы я не вынуждена была приходить сюда каждый день. В 16 стихе Иисус буквально повергает ее в шок, говоря, пойди, позови мужа твоего. И, как мы вчера с вами уже отмечали, этой женщине никто никогда не говорил, ну хорошо, какое-то время она с ним общается, он ей говорит, а теперь пойди, позови своего мужа. И вот она такое принимает на себя положение некой служанки и говорит, о, сэр, но у меня нет мужа. В 17 стихе Иисус говорит, правда ты сказала, что у тебя нет мужа. Другими словами, он сказал, а ты все очень как-то умно произнесла и правильно мне ответила. Ну, наверное, на данный момент технически в некотором смысле у тебя мужа нет. Ну, а у тебя было уже пять мужей, тот человек, с которым ты в данный момент живешь, не муж тебе, ты не вышла за него замуж, ты не вступила с ним в брак. И в 18 стихе подтекст такой, ну, наверное, в этом смысле ты ответила мне правдиво. Я вчера уже отмечал, что 2 глава 5 стих Евангелия от Иоанна, наверное, самый замечательный совет, который когда бы то ни было был дан людям. Когда Мария, матери его, сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Я бы сказала, что это самый великий, самый лучший совет во всей Библии. Теперь я бы хотел сказать, что 19 стих 4 главы, это одно из самых великих, может быть, заявлений, когда ты знаешь, что что-то является истиной, и ты понимаешь это, и как бы изрекаешь это. Это все равно, что сказать, что у Гитлер, наверное, имел проблемы с антисемитизмом. Вот, да, недомолвка. Это Гитлер был антисемит. Посмотрите теперь, Иисус говорит ей все подробности о ее жизни, о том, что у нее было 5 мужей, и тот, с которым она живет, тоже не муж, и она это все понимает и заключает. Вижу, что ты пророк. Ты величественнее отца Иакова. Намного более. Значит, ты пророк. Да, и более того, я больше, чем пророк. На этот момент она пытается вовлечь его в некую религиозный спор, в некий диалог. Между то противоречие, те споры, те разногласия, которые были между иудеями и самарянами. Неверующим нравится, когда верующие спорят между собой. Неверующим иногда сложно понять различия между верующими, между религиозными людьми. Неверующему не вдомек, чем отличается возрожденный человек от обычного религиозного человека, который формально ходит в церковь. Неверующий человек и мусульманина, который взрывает дома, и возрожденного человека, и тот, кто ходит в церковь, чисто формально воспринимает просто как фанатика такого религиозного. Ему, в общем-то, все равно, чем они отличаются. Неверующие даже в некотором смысле подзадоривают, что христиане и мусульмане сражаются между собой и убивают друг друга в Беруте, или что протестанты и католики делают то же самое в Белфесте. И что думает тогда неверующий? Он думает примерно так. Ну и что толку в их религии? Ничем они от нас не отличаются. Убивают друг друга, да и все. И не надо мне говорить, что религия – это хорошо. Вот я не религиозен, но, во всяком случае, никого не убиваю. Он настолько задел тонкие струны ее личной жизни, что она теперь хочет перевести разговор в плоскость споров, разногласий между религиозными людьми. Мы, самаряне, говорим, что должны поклоняться здесь, а вы, иудеи, здесь, около этой высоты, на этой высоте, а вы, иудеи, говорите, что Бог должен поклоняться в Иерусалиме. Но Иисус отвечает ей, что грядет время, когда мы будем поклоняться Богу не в каком-то месте. Смотрите, это пророк, который изрекает пророчество. Через 40 лет храм в Иерусалиме будет разрушен. Население будет уничтожено, а те, кто будет не уничтожены, будут уведены в рабство. В 22 стихе он отвечает на ее вопрос. Возможно, иудеи не более благочестивы, чем самаряне, но, во всяком случае, поклоняются они в более точном соответствии с требованиями Писания. Обратите внимание на стихи 23 и 24. И Иисус говорит здесь о том, в чем заключается истинное поклонение. И здесь Он говорит о том, как у Бога. Я хотел бы как бы кратко объяснить, что Иисус говорит в 23 и 24 стихах. По 23 стихе мы читаем, «Но настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине». Что означает поклоняться Господу в Духе? Это означает поклоняться Господу изнутри. Это означает, что поклонение должно быть не внешним, это должны быть не какие-то внешние формы, а поклонение должно быть внутренним, и мы должны поклоняться Духом, когда наш Дух поклоняется Духу Божьему. И это есть необходимость, говорит Господь в 24 стихе, потому что Бог есть Дух, и духовные создания должны общаться в Духе. Что означает поклоняться Богу в истине? Два момента. Во-первых, я поклоняюсь Богу всем существом в полноте, искренне, а не лицемерно. Я поклоняюсь Ему полностью, я поклоняюсь Ему искренне, я не просто проявляю какие-то чувства, проявляю какие-то эмоции, выделываюсь другими словами в определенном месте в назначенный час. А что такое поклоняться в истине? Поклоняться в истине, значит, поклоняться так, как этого от нас требует Бог в Священном Писании, не так, как мы сами себе придумаем. Иисус часто и очень резко говорил с религиозными лидерами того времени о том, как должно поклоняться, подчеркивая, что это должно быть поклонение внутреннее. Мы будем об этом говорить более подробно в следующей главе, когда речь пойдет о субботе. И в 25 стихе мы читаем слова женщины. Женщина говорит Ему, зная, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. В 26 стихе не рассматривается как один из значительных стихов «Я есмь». Мы знаем, что семь таковых имеются. В 6 главе, в 31 стихе мы будем как раз их рассматривать. В 35 стихе. Но здесь все-таки говорит «это Я». В 25 стихе женщина говорит «Я слышала о Мессии». А самаряне ожидали своего собственного Мессию, которого они называли Тахеб. «Я знаю, какого Мессия ожидают евреи», говорила женщина. А в 26 стихе Иисус говорит ей «это есть Я». Если бы у нас во всей Библии была только 4 глава Евангелия от Иоанна, то уже из этой главы мы были бы твердо уверены в том, что есть только один Бог, сотворивший небо и землю, и Сын Его Иисус Христос. Если бы мы знали больше о том поколении, в том месте, есть такой документ, который называется «Талмуд». «Талмуд» — это не Библия. «Талмуд» — это комментарий раввинов по поводу содержания Писания. Там отражены традиции священников. Традиции еврейских мудрецов, которые рассуждали о содержании Писания и свои рассуждения там записали. Талмуд, в общем-то, был составлен людьми, принадлежащими к поколению более поздному, чем то поколение, с которым общался Иисус Христос, но он включает в себя традиции разных поколений, в том числе и предыдущих. Я бы сейчас хотел процитировать три вещи о женщинах из «Талмуда». Первая цитата. «Лучше сжечь закон, чем донести его до женщины». Вторая цитата. «И чем преподавать его женщине?» «Не говори женщиной на улице, не общайся с женщиной ни в каком общественном месте, даже с собственной женой». Третья цитата из «Талмуда». «Человек, который преподает закон своей дочери, глупец». «Друзья мои, знаете, что такое стих 26?» «Прежде всего, хотел бы поговорить о том, кто она, кого она. В какое время она пришла к колодцу?» «Она пришла туда в полдень, в 12 часов дня». Женщины не приходили к колодцу в полдень. Они в это время готовили пищу. Женщины ходили за водой, когда было еще прохладно, то есть либо рано утром, либо попозже вечером. Кроме того, они не ходили колодцу в одиночку, а обычно собирались вместе. Эта женщина пришла сюда не просто одна, она пришла сюда в полдень. Почему? Потому что эта женщина была худшей из всех женщин-самарианок, потому что у нее было пять мужей, тот человек, с которым она жила, был ей не муж, общаться с ней никто не хотел. И, ну, это самый что ни на есть большой изгой общества. Никодим был величественнейшим из великих. А эта женщина на самом что ни на есть дне. Друзья мои, знаете, что такое 26 стих? Понимаете ли вы, что такое Иоанна 4, 26? Я бы сказала, что 26 стих. Наиболее полное. Откровение Мессии. Откровение себя как Мессии. В Библии. И кому он себя открывает? Самарянки, блудницы. Самому, что ни на есть изгои общества. И что, как вы думаете, все это придумано? Такое придумать вообще невообразимо. В 27 стихе мы читаем, что в то время, когда пришли ученики его, они удивились, они не просто удивились, они изумились, поразились и были шокированы. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminari. Субтитры создавал DimaTorzok